Согласитесь, в празднике, особенно в праздничном застолье, очень трудно соблюсти чувство меры. Тем более, если речь идет о напитках, об алкогольных напитках. Без них редко обходятся новогодние посиделки. Застолья, как правило, длятся долго, и если алкоголь в них присутствует, то можно не заметить ту границу, после которой наступают тяжелые последствия. Об этом, об этих последствиях и о чувстве меры мы будем говорить сегодня. В студии у нас Евгения Крюковская, психиатр, нарколог. Евгения, здравствуйте. Здравствуйте. С Новым Годом и традиционно мы встречаемся всегда в нашей программе «Школа здоровья» с вами, с вашими коллегами, с психиатрами, с наркологами, чтобы поговорить на эту, в общем-то, такую тему вечную. В наших традициях пышное застолье и все-таки в традициях алкогольные напитки на новогоднем столе. А вообще, в принципе, вот если говорить о том, как организм человека воспринимает алкоголь, вообще без алкоголя можно? Конечно, без алкоголя можно, но действительно настолько в нас сильна эта традиция, что люди, которые пьют очень мало, очень умеренно, почему-то считают, что Новый Год – это тот день, когда даже они должны употребить алкоголь, хотя это совершенно неправильно. Если человек уже пришел к тому, что алкоголь действительно вредит здоровью, он это осознал, ощутил, понял и живет прекрасно, обходится без него, то и Новый Год можно прекрасно провести без спиртного. Ну да, вот эта вот даже традиционная бутылка шампанского, она для нас как символ, да, вот пенящийся напиток, новогоднюю ночь. Ну вот, может быть, действительно, раз эта традиция сильна, мы, наверное, поэтому она так вот, как картинка закреплена у нас, да, и мы, наверное, стремимся ей соответствовать. Евгения, а вот почему происходит такой момент? Ну, мы понимаем, да, что к алкоголю есть и привыкание, и бывает, что человеку трудно остановиться, но вот почему трудно остановиться, кстати говоря? Это уже говорит о какой-то нашей устойчивости, неустойчивости. Почему так? Если мы говорим о людях, которые страдают уже зависимостью от алкоголя, то когда они употребляют первый бокал алкогольного напитка, у них включается так называемое вторичное влечение к алкоголю, которое появляется именно когда в организме повышается уровень алкоголя в крови. Но это уже признак именно болезненного пристрастия. У человека здорового это не происходит, просто при увеличении дозы спиртного в организме происходит все больше и больше отравления, что ощущается потом утром. Поэтому, зная все это, понимая, я, как всегда, призываю не делать больших запасов спиртного накануне Нового года. И сейчас наступает год свиньи. Это символ и тотем богатства, успеха, благополучия. И это такой тотем, который подразумевает в том числе и избирательность в алкогольных напитках. То есть употребление небольшого количества, но дорогих, каких-то изысканных алкогольных напитков. И, может быть, как раз вооружившись этой идеей, и стоит сервировать стол именно очень умеренным количеством каких-то изысканных вин, крепких алкогольных напитков, но не в больших количествах. Евгения, а вот, мне кажется, такой очень правильный, очень мудрый совет, да, действительно не иметь больших запасов алкоголя дома. Потому что, видимо, вот в этой, ну, дома или в гостях, и особенно если там мы ждем гостей, да, получается, что, потому что если оно начинается, да, то оно не закончится, пока эти запасы, видимо, это тоже в природе человека, да, если есть, надо съесть и выпить. Это действительно так, да? Да, конечно, а потом уже, когда ночь на дворе, магазины закрыты, и, в общем-то, уже нет возможности пополнить эти запасы, может быть, уже пойдут какие-то программы и танцы. То есть как-то себя в этих рамках удержать? Конечно, конечно, то есть как-то немножко просчитать заранее, как эта ночь пойдет. Может быть, обзавестись каким-то сценарием новогоднего вечера, где будут и конкурсы, и шутки, и танцы. И, исходя из этого, по минимуму оставить место как для еды обильной, так и для алкоголя, от которых потом одни проблемы. Евгения, есть еще такой момент. Понятно, что это может стать вообще темой отдельного разговора, но, тем не менее, задам этот вопрос сейчас. Вот я знаю, что некоторые люди, у которых есть дети, и дети такого подросткового возраста, да, они даже вот бывает, что наливают там бокальчик шампанского, ну, вот даже своим подрастающим детям, говорят, что, ну, лучше пусть они в семье это сделают, чем где-нибудь там в подъезде. Вот что вы скажете на этот счет? Это категорически неправильное убеждение, и действительно есть такое во многих семьях. И почему-то родители совершенно как бы неправильно на это смотрят. Один раз, предложив своему ребенку и разрешив употребить спиртное, пусть это Новый год или день рождения, или какой-то момент, вы снимаете тем самым запрет на употребление в любых других ситуациях. И тем более, если это делает мама, такой самый дозначимый человек уже разрешает, даже предлагает, то, конечно, уже все, так сказать, как будто какой-то наступил новый этап, я уже повзрослела, как будто бы разрешение получено, да? Уже налили, да, ни в коем случае. Также и вот эта традиция употреблять даже детское шампанское, все равно это тоже как бы не очень хорошо. Для детей все-таки это соки, это морсы и минеральная водичка, которую тоже любят. То есть этого делать не стоит категорически? Конечно. Это формирует определенные, опять-таки, установки, стереотипы на будущее, что праздник подразумевает употребление алкоголя или хотя бы имитацию даже употребления алкоголя. Неужели мы не можем веселиться без этого? То есть вы за новой традицией, да? Мы за правильные традиции воспитания, что все-таки наша страна выходит из той кризисной ситуации, когда мы были самые пьющие нации. И зависит это не только от усилий государства, врачей, это зависит от каждого из нас, от каждого новогоднего стола и каждого примера, который мы подаем нашим детям. Еще один момент очень важный. Если в новогодние праздники предстоит быть за рулем, садиться за руль, понятно, что эта вещь совершенно несовместимая, но вот если, например, есть новогоднее застолье ночное, через какое время вообще можно прикасаться к рулю автомобиля, если человек как-то выпивает? Если употреблено какой-то алкоголь в новогоднюю ночь, то раньше 2-го числа категорически не рекомендую садиться за руль. Неизвестно, как ваш организм среагирует на именно тот алкоголь, который вы потребили, какая доза была, как она сочетается с едой, с тем времяпровождением, что было в праздничное время. Поэтому, если вы хотите за руль, не раньше 2-го января. Если нужно ездить 1-го января, проведите новогоднюю ночь с безалкогольными напитками. Евгения, вот насколько я знаю, у вас в семье даже есть какой-то такой раритетный рецепт глинтвейной. Насколько я знаю, что вы как-то даже рассказывали в одной из наших программ, когда были со своим супругом, рассказывали об этом рецепте. Ну вот могли бы сейчас его чуть-чуть обозначить, что там, какие там главные ингредиенты, и действительно ли вы готовите этот напиток прямо в новогоднюю ночь? Действительно, мы приходим к мысли о том, что можно разнообразить меню, отойти немножечко от именно шампанского традиционного, которое в чем-то и надоело, и вызывает головную боль даже в небольшом количестве. И вот очень такой хороший напиток, который может быть и совершенно безалкогольным, и чуть-чуть алкогольным. Его можно сварить на соки? Да, его можно приготовить, и сам процесс приготовления сделать какой-то традицией семейной, наполнить квартиру приятными запахами новогодними. Это глинтвейн, который можно приготовить очень просто, из любого сока, который вам нравится. Ну, обычно, какого-то сока красного цвета, вишневый, например, виноградный. Он подогревается на плите, и добавляется небольшое количество фруктов, которые вы любите. Апельсины, лимоны прямо в сок, да, и они тоже немножечко нагреваются. Не доводится до кипения, просто до горячего состояния. Любые приправы, какие вам нравятся, корица. Может быть, гвоздика добавлена. Вот, если вы хотите, чтобы это был все-таки напиток с алкоголем, чуть-чуть крепкого спиртного добавляется. Может быть, этот рецепт приготовлен на основе красного вина. Вот, в любом случае, это теплый, очень приятный, очень новогодний напиток, согревающий и душу, скажем так, и сам запах, и вид его, и цвет уже создает новогоднее настроение. Ну да, и интересно, что можно готовить действительно и компанией, и компанией. Да, и прямо сидя за столом что-то может у вас на плите уже, так сказать, подогреваться. Вот, то есть это такой интересный, приятный новогодний процесс и хороший результат, опять-таки, с минимумом алкоголя, который, если вы готовите только соком, вы можете это также и детям преподнести. Если вы добавите туда имбирь, это еще и стимуляция иммунитета. Можно взять с собой на зимнюю прогулку в лес. Да, можно взять и залить в термос, и пойти на каток сейчас активно, приглашать среди Нового года на катке. В общем-то, конечно, какое-то разнообразие, всегда хорошо, новые какие-то рецепты, новые традиции, мы всегда за это. Евгений, ну, два слова, что бы вы пожелали нашим зрителям, наступающим в 2019-м? Вы знаете, всем горожанам, всем зрителям желаю здоровья в наступающем году. Все-таки это самое главное, что есть у человека, что можно пожелать нашим близким, нашим родителям, нашим детям. И все, что укрепляет здоровье, это хорошо. Пусть в вашем наступающем году будет много спорта, хорошего настроения, положительных эмоций, прогулок, активного образа жизни, движения. А все, что вредит нашему здоровью, постарайтесь убрать. Откажитесь от курения, откажитесь от алкоголя, насколько это возможно, от какого-то времяпровождение на диване. В общем, много слов и привычек. Здоровья, успеха, удачи всем в новом году. Спасибо вам большое. В студии у нас была Евгения Крюковская, психиатр-нарколог.